Вот, блин, вот, нормально, камера, только, блин, вообще ничего не видно, спрятаться тут можно, так, ладно, это что такое, блок С, опять, ладно, допустим, допустим, это куча говна, нам не понадобится. Так, вам, чё я несу, нам нужна батарейка, вот, чё я хотел, чё тут темно, дико, я вообще очкую, честно, и как-то, знаете. Вот, долбанный придурок, а, откуда он там спрыгнул, блин? Фу, ладно, спокойно, да не, всё нормально, он жирный, не догонит, наверное. Тем более у него, по-моему, ноги в цепях, да? Надо просто бежать туда, откуда он пришёл, да? Ну, по-любому, всегда так, всегда так во всех ужастиках. Давай. Давай, давай. Нет дыхание, перее... Так, лестница. Твою ты... Собака, да... Блин, сюда нельзя. Почему такой звук, как будто он вообще у меня за спиной там дышит? Так, 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 так... Да чё это... А, подожди. Всё, он же это самое... О, он же не пройдёт, наверное, через это. Да, точно. Так, а я... Чё там пропустил-то? Сходить, что ли, туда? Там прямо ещё какой-то, наверное, вход был. Да ну нафиг, там у нас закрыто. Да, там закрыто, мне кажется. Фу, ладно, нормально. Так, чё тут у нас? Тоже закрыто, да, я так понимаю? Ладно, фу. Ты, чувак, ты... Так, а я... Нормально. Я же говорил, разговоры помогают, не боятся вот этих скримеров. Напугать меня хотела. Но ничего, не получилось у меня, нифига. Засранец такой. Так, стоп, а это то место, где я оторвал у него бошку? Я хочу помочь тебе. Кто хочет мне помочь? Ой, блин, ты откуда, блин, он появился здесь? Чё это только что за надпись был? 1938 года. У меня суд. А, зуд. Не, ну он за мной ходит, я не хочу. Он мне сейчас заблочит где-нибудь. Гадина такая. Батарейки нету здесь. Я просто для чего ночное видение? Ну, лучше, сами понимаете, в натуре. Так, ладно. Даже нигде... Может быть, и где-то оставили, я просто пропускаю батарейки. Я не знаю, ладно, пофиг. Так, стоп, а как же выбрать ситуацию? Ага, вот, смотрите-ка, есть тут. Обосранный матрас. Блин, ну они меня ещё пугать будут, я вот в этом уверен. Вот сейчас я... Ну, тут ходить буду, а они выскакивать будут. Ну, это точно. У меня уже... Был опыт с этим. Так, там вроде ничего. Ай! Я знал, я знал, я знал, я знал. Я знал, я знал. Я не испугался. Блин, я думаю, это он стоит. Но с такой высоты он, в принципе, не должен был. Я знал, ребят, чё? Нормально. Просто... Да, надо было, надо нажить. Такой шум, мне такое чувство, вообще не слышно меня. Такой грохот от этих решёток, вообще, честно вам скажу. Блин, он же мне сейчас по-любому там схватит. Так, не боимся, не боимся. Пробел. Есть, давай. Отлично. Опять Витнес написано. Странно, этот чувак нас не схватил. Ну, в принципе, и можно было это... Ой, это можно было ожидать. Так, читаем. Чё-то написано. Рудольфа Верники. Доктор Рудольфа Г. Верники ушёл из жизни в возрасте 90 лет, продолжая заниматься любимым делом 27 февраля 2009 года... А, точка. А, нет, года. Так, чё мне там. Он родился в Германии, в Мюнхене в 1918 году и стал известным в научном и математических кругах. Благодаря статье, написанной в соавторстве с Алланом Тьюрингом, пионером компьютерной эры. После тёмной истории с работой на военные нужды Германии, он эмигрировал в Соединённые Штаты в 1949 году, получив визу от Государственного департамента. Так, а чё это, зачем нам это читать? И человек в великой душевной щедрости, никто из близких... Ну, просто о нём некая статейка такая, ну, информация, типа биография там. Так, а вот мне бы знать, куда нам идти. Ну, точно не сюда. Ну, ладно, тогда... Туда тоже, наверное, не допрыгнуть нам. Сохранение идёт, однако. Я, кстати, посмотрел в загрузках, там достаточно много разных сохранений, так что... И можно, мне кажется, сохраняться ещё... Перед выходом из игры, мне так вот как... Ах, ты ж ёпта! Капец, там... Да ё-моё! Там по-любому батарейки есть. А чё этот чё-то мне не схватил, который только что... Всё, наверное, я успел. Так, ты не смей меня пугать, меня уже достаточно тут... Скримеры всякие. Надо просто отворачиваться, когда ты подлазишь вот в такие штуки. Блин, я не пойму. Меня... Я либо плохо чё-то как-то это самое не вижу. Опять сохранение, кстати. Батареек нет у меня как-то. Я не вижу их нигде. А ещё он хотел на сложности играть, на большой. Но я не особо хотел, на самом деле. Я больше трачу их на поиск батареек. Вот, наконец-то, одна хотя бы. Ну, хотя бы одна, это уже круто. Ну, считайте, просрал одну для того, чтобы найти другую. Ну, блин, логика. Так, я так понимаю, мне сказали, что... Когда ты снимаешь, да, то... Какая-то информация записывается. Ну, я имею в виду, надо с камерой бегать. Ну, правда, она немного шипит у него, но ладно. Так, куда след идёт? Ой, это чё было сейчас? Так, а чё тут у нас? Ничего не запрятали, блин. Ну, жалко, я бы хотел... Вот, шкафчики у меня напрягают, да. Шкафчики напрягают, потому что... Знаете почему? Я вам сейчас скажу почему. Потому что, если шкафчики есть, это значит, что... Валеридер. Повсюду царит слово Валеридер. Так называл эксперимент, который Мерков сделал... А, здесь проводил. Но пациенты говорят о Валеридере как о чём-то реальном существующем. Реально существующем. Вроде демона или духа. Нечто, найденное им в горах. Я бы списал это на шизофрении, но я же и сам видел нечто. Может быть, какой-то сбой в камере или само это место подбирает ко мне ключи. На самом деле, никакого сбоя не может быть. Это просто монтаж обычный. Если уж ты не веришь, то тупо винить нас в бэй-камеры. Такого не может быть. Вот тут кого-то не задался день, но, знаете, у нас как бы... Блин, вот это огромное место меня смущает. У нас уже была связь с таким местом, как вы помните. С этим Бокером, блин. Который там внизу, или... Не внизу, а наверху. Смотрите, а камера, она снимает всё равно. Даже когда, видите, только в меньшем радиусе. Это круто. Вот тебе батарейка. Ну что, меняем? Давайте. Батарейки фиговые, я хочу сказать. И сама игра. Таинственно кто-то разбросал батарейки. Да. О, нет. Только не это. Долбанный подвал. Ну, в принципе, в принципе, в подвал страшно в реальности спускаться. Ну, я имею в виду, если бы это всё было реально. А так, тут, в принципе, ничего страшного. Наверху бред. Здесь, то внизу тоже будет... Бред. Найдите выход из канализации. Класс вообще. Сначала мы нашли эту канализацию. Теперь выход надо. Ну, тут завалено всё. Зашибено. Ну, хотя бы свет есть. Так. Всё. Так, я тут снова. Снова зашибено всё. Чё-то бегают так спокойно. Ну, кстати, хорошо, что тут свет есть. Пустота. О, нет. Там выход. Там солнце. Скорее всего. Ну, сделали бы какой-нибудь такой интересный момент. Блин, ну, сейчас что-нибудь вылезет. Я че гею. Как в тот раз. Надо так задом идти. Ну, ладно, не буду. Приготовились. Я не хочу смотреть. Это было привидение или мне показалось? Как-то не было слышно никаких шагов. Ага. Смотрите-ка. Так чё я говорил-то, кстати? Я забыл уже, чё я говорил. Чё-то про что-то я говорил. Документы. А, про то, что в хоррорах выход. Выход всегда тупо сделан. Везде можно выйти. Там, через стекло выбить ещё что-нибудь. Через... С крыши. Не знаю, как-нибудь ползти по трубе. А, тупо. Ладно. Так, обнаружено по нацарапанным на обороте соглашение о лечении. А, почерк. Сходим с образцом почерка пациент отца Мартина. Это бог настоящий. Как долго обманывались мы призраками, духами, безумием. Невежество наше было умышленным. И сам апостол Павел однажды был ослеплён. Пелена на его глазах была лишь страхом. Но истина видит лишь тот, кто смотрит за его пределы. Такого... Такого вдорвали ридера. И в Англии песка нет греха страшнее, чем преднамеренно забыть Бога. Получить это... Блин, но это... Это, понимаете, это... Как бы сказать-то... Здесь нет полезной информации. Здесь шиза... Что это такое? Что это за бред? Говно сливают, наверное. А, это я по воде бегаю. Фу, ё-моё. Так, я не пойму, я уже заплутал, заплутал. Так, отсюда я пришёл. Ну, нам, значит, к этому чуваку надо идти. Который только что... Собственно... Тут и был. Только сюда куда-то побежал. И ищет сохранение. Ну, новая локация. Давай, чувак, где ты? Расскажи мне. Спустите в воду, открыв две заслонки. Какую? Вот эту, что ли, воду? Саньё какой-то тут. А, это схема такая же. А, ну... Такая же тема, как тогда, помните, в подвале. Итак, что тут у нас? Жёлтая. Чё это такое? Откуда нам надо идти, да? Присонблок. Драйн. Фемали. Кварт. Драйн тоже. Драйн. Вот эти две трубы. А, нет, смотрите-ка, тут три трубы. Белая, жёлтая. А, вот жёлтая, оранжевая. Смотрим. Значит, я вот так стою, да? Направо, направо. Ну, не заплутаю. Самый главный смысл понятен. Вот в эти ходы, самое главное, не попасть. Не попасться. Видите, вот сюда куда-то какой-то ход ещё идёт. Короче, второй ход. Ну, если вдруг бежать будем. Значит, тут сразу направо, а тут через выход. Прямо бежать, да? Тут какой-то пробел непонятный. Скорее всего, там подлазить надо будет. Мне кажется. Ну, ладно, погнали. Чё? Очкова, правда. А чё тут написано? А вот, смотрите, феймил, драф, как раз таки то, что там и было, скорее всего. Феймил, блок, драф. Ну, ладно. Чё? Ой. Ой, ой. Ляхом. Как он меня увидел? Блин, а он быстрый. Фу, не аж передёрнуло, честно. Музыка заиграла резко. Так, куда он пошёл? Он пошёл налево. Значит, нам направо. Ну, или налево. Знаете, как говорится, идти надо до пожар. Так всё лучше видно, кстати. Идти надо на пожар, да? Или, я не помню, как там. Да не, не, будем ждать, пока он снова выйдет. Я не знаю, где он там. Так. А, слушай, а сзади-то он, наверное, сзади пошёл обходить, да? Не, не может быть. Это было бы слишком тупо. Он бы... Тем более, там негде выйти, наверное. Он бы просто загонялся так за мной. Ну, и долго мне ждать. Но, в любом случае, мы можем вот сюда вот. Это очень хорошая тема. Хорошо, что камера не садится сама. Да как я пойду, блин, туда? Так, ладно, думай, 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 думай! Думай, дум... Думай, думай. Да... Кого-то он там зарубил, походу. Потому что он реально сзади. Не, не может быть. Музыка играет такая, как будто он рядом где-то. Не, ну надо... Уже идти туда точно поздно. Сейчас надо ждать, пока он выйдет. Либо он там меня ждёт. Такого не может быть. А, подожди, может заскриптовано. Слушай. Может, мне нужно идти вперёд, и тогда он... Тогда он выйдет. Вот он. Опять я его потерял. Да где он? Так что же тут был? Да как ж так-то? Только что, вот только-только тут был, я видел. По-моему, я слушаю. А, вот он. Так, он идёт туда. Давай, давай, давай. Значит, нам направо, да? Нет выхода. А тут больше-то никого нет. Фу, ну он вроде пока что не быстро ходит. Шкафчики, блин, зашибись. Это значит, что... Это всё... Это значит, что он будет в них рыться. А, сюда, интересно, он может зайти? Но это будет жопа. Блин, жалко, сохраняться нельзя. Но нам придётся заново по-любому всё начинать. Если он у нас грохнет. Фу, ладно, постараюсь дальше больше говорить. А то сам напрягаюсь, когда это самое. Тишина такая. Фу. Руки такие, стали какие-то. Влажные даже, не знаю. Спокойно. Да ладно, что очкует. Да это всё музыка тупая. Вот это вот. И дыхание его, блин. Он там сзади где-то далеко-далеко бежит. А вот такой чувствуешь. Он вообще, по-моему, не идёт сюда, да? Надо пойти, наверное. А вот такое чувство, что за спиной, да? Да я бы уже успел, наверное, пробежать. Твою ты налево. Не, не, нифигаи. Ой. Так. Если он пойдёт в шкафчик искать. Офигеть, он меня не заметил. Тупая лошара, наконец-то. Вот, точно, я же говорил, там этот... Блин, камера как-то странно действует. Там ещё слева какой-то выход. Сердце, сердце, спокойно. Спокойно, спокойно, сердце. Почему оно так стучит? А тут чё? Иди в жопу. Я сделал хоть чё? Я уж забыл, чё я туда ходил. Да, вроде открыл заслонки. Вот ещё какая-то дверь. А, ну да, тоже тут эти... Батареек тут нет, я понимаю. Ну и в задницу, давай. А, сохранение. Ну всё, круто. Теперь, я надеюсь, третьего ничего не надо будет делать. Нажать кнопочку, да, спуститесь по лестнице на нижний уровень. Так, а смотрите, а он тут меня не достанет. Это круто. Но там ещё какая-то комната есть. Справа. Ещё произошло. Но он меня не достанет, наверное. О, отлично, он сваливает, смотрите-ка. Значит, что... А как он тут оказался-то, быстро? Ну ладно. Значит, что мы сейчас делаем? Мы сейчас идём направо. Так, он сваливает, да? Он уже... Он не перешёл от изграждения, я так понимаю. Да, отлично. Нет, тут всё, походу, закрыто. Или фиг знает чё. Не знаю, может быть, там и есть какой-то в этот... Путь, скорее всего, есть. Но он там, дальше, справа. Ну сейчас мы выйдем через этот тоннельчик. И он будет там справа. Впрочем, мы идём вниз, ребятушки. Ну, ё-моё. Ну так нехорошо. А чё музыка-то? Бесполезно, чувак. Бесполезно. Ты не сможешь пройти сюда. Давай, давай, иди. Блин, а чё он меня... Он-то не напрягает у меня, когда на меня так идёт. Мне всё равно, чё... Ого. Эй, подожди, ты чё такой хуй? Куда он пошёл там? И как это понимать? А если он меня сейчас вытащит? Музыка, успокойся. Я хочу шаги послушать. Хотя тут, по-моему, вообще не было цели никакой на... Чёткое распределение шагов по местности. Блин. Ну, очко трясётся. Точно. О-о-о. У меня все шансы. Всё, а у него нет шансов. Он же не будет там на счёт бежать. Да, смотрите-ка, тут закрыто, походу. Ну всё. Оставили его. Лохопеда. Спускаемся в черноту туда. Но, блин, мне кажется, там... А вот, кстати, откуда он пришёл? Там чё? Там, наверное, ничего нету. Там... Он откуда-то сверху вообще спрыгнул. Ну, мне кажется, то, что... Не, мы не пропускали никаких батареек. Нет, это вполне вероятно, но... Всё-таки... Как-никак... Как-никак мы опять в полной заднице. Потому что тут такая темень, что... Без батареек тут просто никак. И, надеюсь, это с тварюгом. Меня здесь не будет трогать. А вот куда сейчас мне... Так, я и... Без батареек тут нету. А чё тут ещё есть? Ни хрена тут нету. Ладно, давай дальше. Так, ну, живых, надеюсь, тут нету. Чё, она мне шарахнула, что ли? О, выход. Ну, надеюсь, нас там сверху никто не будет ждать. Никто не примет, скажем, да? Вы смотрите, по мне урон прошёл. Блин, ну ладно, нам по-любому надо идти туда. Чё? Посмотрел, так самое главное. Ну, он просто хотел узнать, кто там скрипит, правильно? Он посмотрел, я нормальный парень. Если бы я был ненормальным, то он... То он по-любому меня... На меня чё-нибудь свалил какой-нибудь... Френовина.